МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В российском дне голосования. Даешь циолковку, дорожники пообещали в ближайшее время завершить ремонт на улице имени Космического Гения. А ну, дыхни, сегодня граждане бесплатно проверяли состояние легких в рамках акций, посвященной Всемирному дню спирометрии. Начнем с подведения итогов единого дня голосования, который, напомним, проходил в воскресенье. В родном отечестве по статистическим данным на избирательные участки пришли голосовать 75 миллионов избирателей, а сами выборы проходили числом 6 тысяч и даже более. Центр избирком не замедлил сообщить, что это рекорд для региональных и местных выборов. В нашем регионе также проходили выборы, ну а как же без них? О предварительных результатах сообщил на брифинге Галина Муравьева, возглавляющая обл. избирком. Коротко о главных числах. В регионе проходило 110 избирательных кампаний по выборам депутатов местных собраний и глав 73 муниципальных образований. Выборы проходили в 15 регионах. В итоге избраны 47 глав муниципальных образований в 12 районах области и 537 депутатов. Средняя явка по области составила чуть менее 45%, включая результаты досрочного голосования. Общее число избирателей составило 103 585 человек. Ну, много это или мало. Скажем так, это нормально и даже хорошо. Например, в российской столице выборы депутатов прошли при рекордно низкой явке, менее 21% избирателей. Это в два раза меньше, чем, например, на выборах мэра Москвы. Галина Муравьева тоже отнюдь не была огорчена нашей рязанской явкой избирателей. Хорошая явка, заявила она. А результат бодрого и многолюдного пришествия граждан и сельчан на участке, по мнению председателя регионального избиркома, обусловлен активной предвыборной работой как самих претендентов, так и партии. Дает результаты сельской спецификой выборных технологий. Проще говоря, идут агитаторы от дома к дому, да и доносят позитив о своих кандидатах от сердца к сердцу. В общем, рязанские выборы прошли неплохо. Об этом говорят и аналитики. А вот председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров рассказал корреспондентам издания ИТАРТАС, что нарушения были допущены, в том числе и в Рязанской области. Как отметил председатель ЦИК, сообщает агентство, в Рязанской области это традиционно водка. Единая Россия подтвердила свое абсолютное доминирование. То есть избирались 47 глав муниципальных образований. Единая Россия выиграла 44 должности главы. Две должности выиграли представители КПРФ, один самовыдвиженец. В целом у нас в основном участвовали три партии. Да, это парламентские партии, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ. Непарламентские, несистемные партии как-то не особо проявили интерес. За исключением двух партий. Это Коммунисты России и Партия пенсионеров России. При этом Партия пенсионеров России на местах тоже показала достаточно хороший результат. По количеству взятых мандатов они допустим обошли ЛДПР. Ну вот много было разговоров по поводу введения возвращения досрочного. То, что это будет выступать неким инструментом фальсификации, манипуляций. Ну вот результаты по области проголосовал всего лишь полтора процента досрочно. То есть какие здесь могут быть какие-то манипуляции, фальсификации. То есть вот эти негативные прогнозы со стороны оппозиции, они не подтвердились. О народных чаяниях есть что сказать и нам. Там многие рязанцы спрашивают нас о том, когда же завершится ремонт на улице Циолковского. Чтобы расставить все точки над И. Хотя бы насколько это возможно на сегодня. Мы сняли репортаж на Циолковске и провели информационно-разведывательные работы во властных структурах. Вот как обстоят дела сейчас. Работы идут по ночам. Все должно быть доделано в самое ближайшее время. Перекрытия больше не будет. А теперь подробнее о судьбе улицы имени Космического предвестника. Сейчас на улице Циолковского после проведения ремонта дорожного покрытия автомобильное движение полностью восстановлено. На новое асфальтовое полотно осталось нанести разметку. Как сообщают власти города, рабочие сделают еще и съезды на второстепенные улицы. Но эти работы, по их заявлениям, будут производиться исключительно по ночам. Впрочем, некоторые места улицы Циолковского еще нуждаются в улучшении. Прежде всего тротуары и съезды с них. Хотя, по мнению горожан, сейчас улица, названная в честь основоположника космонавтики, выглядит куда как лучше, чем перед ремонтом. Вот улица Циолковского сейчас ремонт ведется, на ней вот дорогу положили. А что еще нужно сделать? Ну что, не знаю. Мне кажется, вот дома покрасить вот эти вот очень они облезлые. А так вроде как это все нормально, если сделают дорогу. И тротуары будут. Тротуары, конечно, тротуары все. Вот сейчас, если сделают, очень будет хорошо. Чтобы дорожки были, где можно пройти, в смысле, переходов было побольше. Ну, так что, все остальное. А вот здесь, по тротуару, может, что-то делать надо еще, бордюры там, золотать дырки где-то. Ну, дырки-то это само собой, но вот я пока прошла, а театрально я иду, я пока особенно не увидела. Вот здесь вот только вот, так что я не могу ничего плохого сказать. Вот с коляской сейчас по улице Циолковского нормально идти? Очень. Идем и хвалим. Только об этом сейчас говорили. Говорим, как же хорошо. Это что-то. Раньше едешь с коляской во все стороны, качает ее, а сейчас прям как по маслу. Напомним, что для проведения необходимых дорожных работ власти города намеревались перекрывать улицу Циолковского два векенда подряд. Однако дорожники потрудились на славу и выполнили весь объем работ по укладке асфальта за дни выходные. Потому и перекрывать улицу Циолковского для автомобилистов больше не будут. А оставшуюся часть работ по ремонту съездов тротуаров и нанесения разметки доделают в течение сентября. Продолжаем программу. Сегодня рязанский губернатор Олег Ковалев встречался с именитыми спортсменами и тренерами. Это были представители наших лидирующих в плане высоких наград видов спорта. Гребли на байдарках и каноэ и дзюдо. Встреча губернатора со спортсменами прошла в неформальной обстановке. Губернатор поздравил наших ребят и их тренеров с заслуженными наградами, полученными на международных соревнованиях под дзюдо и гребли на байдарках и каноэ. Хочу поздравить вас с получением заслуженных наград, с вашими победами, которые были достигнуты и на чемпионате мира погребли, и на чемпионате мира под дзюдо. Мы за вас болели, переживали. Для рязанцев очень приятно, когда Рязанская область представлена на таком высоком уровне, и когда наши ребята добиваются каких-то успехов в любом виде спорта. Также за чашкой чая собравшиеся обсудили все наиболее актуальные вопросы, касающиеся развития и популяризации данных видов спорта среди молодежи. Для этого, как известно, в первую очередь необходимо обеспечить базу для подготовки юных спортсменов. Далее губернатор в уже более торжественной обстановке наградил тружеников спорта, поблагодарив их за вклад, внесенный в том числе, и в дело поднятия статуса региона. Разумеется, спорт высоких достижений всегда будет во главе угла. Ему уделяется огромное внимание, идет адресная господдержка, и это все понятно. И подчеркнем правильно. Однако развитие массового спорта и физической культуры – это, как ни крути, база не только для проявления талантов высшей пробы, но и здоровья нации, ее силы, ее будущее. В связи с этим российские спортивные функционеры с подачей президента и правительства предлагают все новые формы работы. Однако практически все ноу-хау – это то самое, хорошо забытое старое. И это нормально. Например, российский министр спорта Виталий Мутко взял на прицел идею создания бесплатных спортивных кружков и клубов, как то было раньше в СССР. В эту народно-массовую систему в ближайшие 4 года войдут, по заверениям министра, до 30 тысяч секций. Давно пора, скажут здесь закаленные временем аплагеты физической культуры. И будут совершенно правы, тем более, что для возрождения этого благого дела планируется создать специальную всероссийскую общественную организацию. Ну, теперь о пище духовной. Сегодня продолжились торжества в честь 700-летия Сергия Радонежского. В селе Глебово-Городище в этой связи прошел крестный ход. Место выбрано знаменательно. Оно известно исторической битвой на Вожи, когда русские дружины разбили татарское войско. И стало это сражение предвестником скорого освобождения Отечества от бремени многолетнего чужеземного ига. К этому великому делу, как известно, и руку, и сердце приложил и преподобный Сергий. Часто можно слышать, как преподобного Сергия называют игуменом всея Руси. Он и при жизни был, по свидетельствам современников, обращиком смирения, отшельником, чуждым гордыни, злобы, раздражения или уныния. А уже в наше время писал о Сергии Радонежском писатель Валентин Распутин. Что мы, неразумные дети неразумного века, усушенные к тому же дурным образованием, знаем сегодня о Сергии Радонежском. Большинство из нас ничего не знает, кроме имени, которое и помимо церковных стен звучит как бы само собой, одним движением воздуха и означает что-то светлозовное, терпеливо нас дожидающееся. И только немногие из нас при имени преподобного Сергия обращаются не к памяти и не к книгам, а к душе. Он там. Звезда Вифлеема зажгла многие звезды, и одна из них, по-русски неяркая и мягкая, привела к рождению в самый необходимый момент нашей истории первого печальника земли русской и собирателя ее единого духа. По словам современников, старец тихими и короткими словами мог умягчить самые ожесточенные сердца, чем и пользовался не раз, примеряя даже враждующих между собой князей. Во многом благодаря ему к моменту Куликовской битвы почти все русские князья признали главенство Дмитрия Иоанновича, а тот накануне сражения отправился за благословением не куда-нибудь, а к Сергию в Свято-Троицкий монастырь. Игумен предрек нашему воинству победу и дал в помощь Дмитрию двух иноков княжеского рода, легендарных ныне Пересвета и Ослябьев. А в день Куликовской битвы, сообщают летописцы, преподобный горячо молился с братьей о победе русского оружия. Телом стоял на молитве в храме Святой Троицы, а духом был на поле Куликовом. Там, на молитве, в храме, он праведчески сообщил о гибели Пересвета, о ходе сражения и, наконец, об окончательной победе русского оружия и воинского духа. В конце XIX века, произнося на торжественном собрании Московской Духовной Академии речи о преподобном Сергии, знаменитый историк Василий Ключевский сказал, своим появлением среди соотечественников, сидевших во тьме и сене смертной, он открыл им глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие искры того же огня, которым горел озаривший их светоч. Так что, отмечая в эти дни 700-летие Сергия Радонежского, мы с вами тоже прикасаемся душой к величайшей духовной тайне и наследию подвижника и пророка русской земли. Сегодня в 11-й поликлинике Рязани каждый мог бесплатно подышать в трубочку. Ну, по правде говоря, не в трубочку, а в сложный, очень нужный в медицине прибор. Да и подышать не просто так, а в целях проверки собственного здоровья. В поликлинике проходила акция по просвещению и профилактике легочных заболеваний в рамках Всемирного дня спирометрии. Мало кто знает, но объем и скорость своего дыхания можно измерить так же легко и быстро, как, к примеру, давление. Спирометрия на сегодняшний день является универсальным способом определения жизненной емкости легких. Благодаря этой простой манипуляции можно предупредить множество опасных заболеваний органов внешнего дыхания. В связи с этим был даже учрежден Всемирный день спирометрии. Многие рязанцы смогли сегодня проверить свое здоровье на базе 11-й поликлиники совершенно бесплатно, чем и воспользовались. Желание у нас такое, провериться, проверить же уже года, дышать как-то, вот у меня примерно, першить в горле, так легкие, нормально, а першить в горле хочется. Успокоиться, да? Так, вот к вам тот же вопрос. Ну, спасибо, что все-таки для нас стараются бесплатно нас проверить. Вопрос здоровья дыхательных путей особенно актуален в нашем регионе осенью. Простуда, кашель, хрипы, тяжесть в груди – все это мешает комфортному существованию. Да и курильщикам не помешало бы профилактике ради пройти процедуру спирометрии. Ну, на сегодняшний день мы уже обследовали порядка 40 человек, и мы планируем сегодня эту цифру увеличить до 100 человек. Наше здоровье в наших руках. Ничего не стоит пройти простейшую процедуру, чтобы предотвратить развитие серьезных, даже тяжелых заболеваний. Ну, а своевременная профилактика обеспечит вам здоровые легкие. Добавим, что по данным Всемирной организации здравоохранения, хронические легочные недуги к 2020 году будут занимать пятое место по заболеваемости и третье в структуре смертности. Так что займитесь легкими, друзья-товарищи. И пора бы забыть про курение. Вредно, дорого, немодно. Как ответил герой одного современного фильма на просьбу дай закурить, на дворе 21 век, стареек, никто уже не курит. Ну, конечно, персонаж перегнул слегка палку, но посыл-то правильный. Далее в эфире программа подробностей. Ее ведущая Олеся Харлина ждет в студии заместителя, руководителя регионального управления налоговой службы Алексея Лощенова. А у нас на сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин